Продолжение следует... ...помогут узнать Татарстан, не отходя от рабочего места Алина Зинатулина. От востребования до закрытия. Зарплата маленькая. Кто будет работать на такую зарплату? Жители Столбич переживают, что может закрыться их единственное почтовое отделение. Почему отсюда уходят почтальоны, выяснял Рамиль Шайдолин. Тысяча свалок и незаконные карьеры. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи полезных ископаемых. Как прошла большая генеральная уборка в Татарстане, знает Анна Городнова. На праздник футбола без лишних вещей. Как без проблем попасть на фестиваль болельщиков? Инструкцию подготовил Слават Мухаммадуля. 42 тысячи татарстанцев приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России. Так, накануне вся республика масштабно отметила главный праздник страны. В Казани основной площадкой стала территория возле центра семьи Казан. Там собралось 15 тысяч человек. Казанцы и гости столицы. Народные гуляния прошли в парках и скверах. В городах и районах организовали множество самых разных мероприятий. Это парусная регата в Челнах, велоэстафета в Альметьевске, флешмоб флага России в Заинске. Казань на пороге уже другого масштабного события. Сегодня одновременно в 11 городах страны открылись пресс-центры чемпионата мира. Это информационное сердце мундиаля. В Казани он расположился в IT-парке. Отсюда на весь мир будут разлетаться новости о победах и поражениях сборных. Лина Зинатулина оценила площадку с профессиональной точки зрения. Нисколько не сомневался, что вы готовы. Но время покажет, поэтому не расслабляйтесь. Такие наставления от премьер-министра волонтерам Казанского пресс-центра. Готовность площадки Алексей Песошин пришел проверить лично. До чемпионата один день и настоящего аншлага ждут завтра. В этом зале на 80 мест дважды день будут встречать спикеров, послов чемпионата, спортсменов, артистов. Все пресс-конференции и, конечно, сами матчи чемпионата будут транслировать и на большом экране в рабочей зоне. Для журналистов здесь 100 рабочих мест и около полусотни компьютеров. А там, где их нет, можно расположиться со своим мэлбуком, подключившись к высокоскоростному Wi-Fi. Заявку на аккредитацию в наш Казанский городской пресс-центр чемпионата мира по футболу подали порядка 450 журналистов. Из них 150 это зарубежная СМИ. Пока площадку оценивают наши казанские коллеги. Я получил бейдж, который дает право сюда заходить. Вот опробую компьютер, все замечательно работает, интернет есть. Настрой боевой, будем работать, болеть за сборную России, желать ей побед. То есть мы работать будем 24 часа в сутки, мы к этому готовы. Настрой позитивный. А какой еще, когда в родном городе проходит такое событие? И каждый день для журналистов интерактивы от Госкомитета по туризму. Начиная от кулинарии, каких-то вкусностей, чак-чак, пищмака. Причем это не просто попробовать, будут мастер-классы, например. Мы понимаем, что журналисты, люди достаточно занятые, они приходят с конкретной целью. А здесь они просто смогут в короткие сроки, и не выезжая, и не выходя из этого пресс-центра, познакомиться с республикой. А при желании можно и выехать. Отсюда отправят на 40 экскурсий по Казани, Болгуру и Свияжску. Заглянет в пресс-центр и Кышбабай, пригласит гостей вернуться в Татарстан зимой. Весь месяц здесь и выставка татарского книжного издательства. Нравится людям узнать побольше. И еще не только в интернете, не только в смартфонах. И вот книжные версии хочется унести какую-то частичку. Вот мы подготовили путеводитель про Казань. До 16 июля пресс-центр будет работать без выходных с 10 утра до 10 вечера, а в дни матчей и вовсе до 2 часов ночи. Лина Зинатольевна, Ренат Сафин, Данил Филатов, ТНВ Казань. Почта приходит, но ее не приносят жители Столбищ Лайшевского района. Вынуждены сами ходить в отделение за корреспонденцией. Причину нехватка почтальонов, считают они. Сейчас здесь заговорили о закрытии отделения. А в Столбищах живут порядка 6 тысяч человек. На что им надеяться? Ответ искал Рамиль Шайдулин. Вот, например, 8 число. Последний номер. Получили мы 10. Свежих газет Иршат Гафаров не видит больше полугода. С прошлой зимы, по словам мужчины, почтальоны перестали их приносить. Да и вся периодика теперь только в местном почтамте приходится самим идти и забирать. Три километра до почты. А там всегда народ бывает, еще надо ждать. А раньше у нас была почтальонша, Ирина называла ее. А на каждый день в дождь погода приходила. Сегодня в Столбищах живет 6 тысяч человек. И на всех них приходится одно почтовое отделение. Сюда, в это здание, люди приходят, чтобы получить свои письма, газеты и пенсии. Сложно представить, сколько нужно людей, чтобы обслуживать их всех. Четверо. Четверо. Это в штате они? Да, конечно. Четыре почтальона плюс заведующие. Таков штат отделения сегодня. Но селяне считают, что и заведующие вынуждены брать на себя львиную долю работы, носить почту, работать кассиром, продавать товары. Почтальонов 5-6 было, а сейчас осталось одно и то, на время просто подрабатывать. Все ушли. А что пенсии, деньги-то не платят, нифига, побегать тут по улице-то. Просто жалко. Я говорю, вот такая хорошая девушка сейчас устроилась на работу. Прям вот просто прелесть. Она старается, можно сказать, чуть ли не ночует здесь. Но она не успевает просто, она просто почтальонов нет. В июне заведующая написала заявление об увольнении. Сегодня почта ищет новых сотрудников. Но соискателей не так много и местные боятся, что отделение вовсе может закрыться. Их поспешили успокоить в столичном почтампе. Начали подбор, то есть кандидатуры на эти вакантные должности, на оператора и начальника. Если до даты увольнения настоящего сотрудника не удастся подыскать кандидатуру, будут направлены сотрудниками мобильной группы. На такие меры почта пойдет, если на вакансии никто не откликнется. Остается неделя. Жители переживают, лишь бы не пришлось ходить за письмами в соседнюю деревню. Ромель Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. О своей проблеме жители Столбич Лаишевского района нам сообщили по телефону. Если вам есть что нам рассказать, звоните по телефону 570-50-17. История с нецензурной интерпретацией сказки Шурале в Нижнекамском парке получила продолжение. Сегодня городской суд вынес решение в отношении звукооператора, который работал в парке Тукая и скачал аудиофайл. Напомним, инцидент произошел в начале мая в парке, где гуляют родители с детьми. Два дня звучала сказка с ненормативной лексикой. Мужчину обвинили в административном нарушении. Звукооператор и администратор парка Тукая были уволены. В признательном совершении административного правонарушения предусмотрен части 1 статьи 6.17 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений и подвинуть ее административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения CD-диска с аудиозаписью татарской сказки Шуралин. Генеральная уборка в 19 миллионов рублей. На такую сумму штрафов экологи выписали за два санитарных месяца. Выявили более 6000 нарушений. В основном это несанкционированные свалки в городах и районах. Есть и факты незаконной добычи полезных ископаемых. Заведено одно уголовное дело. Тему продолжит Анна Городнова. Копатели песка поймали с поличным этот карьер. Экологи обнаружили у деревни Куюки Пестричинского района. Экскаватор и грузовик вели добычу на площади почти в 2000 квадратных метров. Один из таких нарушений инспекторы выявили за апрель и май. И еще более полутора тысяч свалок. Хотя предприятия стали дисциплинированнее. Становится меньше наших действительно промышленных свалок. Ну и большие штрафные санкции тоже, я думаю, это не в пользу экономике предприятиям. Тем более при облетах это все фиксируется. И бывало то, что на момент вываливания мусора тоже. Мы наши инспекторы ловили. Я вот была очень удивлена, что в центре города все-таки оказались свалки. А вот население мусорить меньше не стало. Диана Сафина фиксирует нарушения и отправляет народный контроль. 70 заявок за месяц. Активность девушки оценили. Студентка заняла второе место в конкурсе минокологии. Была хорошая погода, и я решила совместить приятное с полезным. Я гуляла и смотрела на свалки. Искала. Там, где сложно отследить нарушителя, запускают квадрокоптер, беспилотник и ставят фотоловушки. Так ликвидировали 94% всех свалок. Выписаны штрафов на 19 миллионов рублей. На генеральную уборку вышли все республики. Экологи подсчитали. В разных акциях и субботниках приняли участие 1 миллион 168 тысяч татарстанцев. По дворе мы регулярно убираемся. И ребенку своему прививаем тоже. Это зависит от воспитания. Как дома. Если они на улице ссорят, значит и дома они могут себе это позволить. Вот. И кину уже. Несу. До орда. Перед чемпионатом мира экологи перешли на усиленный режим контроля воды и воздуха. По городу стоят сразу несколько передвижных лабораторий. Одна из них прямо у студенок Казань-Арена. Данные в режиме онлайн передаются в министерство. Следят и за качеством воды. Берут анализы ежедневно. Анна Граднова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Кровь, чтобы жить завтра во всем мире, чествует доноров. Сегодня в Татарстане их 600 тысяч человек. В республике создан банк крови. Это 50 тонн биоматериала. Такую проверку и подготовку она проходит прежде, чем спасти жизнь. Сергей Хайдаров изучил республиканское хранилище крови. За сутки до сдачи крови не есть жирный и не пить алкоголь. Это правило Сергей Пантелеев знает давно. Кровь в республиканском центре сдаёт 3-4 раза в год. Здесь он почётный гость. У Сергея редкая первая отрицательная группа крови. Стараюсь не употреблять алкоголь. Раздерживаться здорового питания. Прежде чем оказаться в банке, кровь проходит пятиступенчатую проверку в лаборатории. Права на ошибку здесь нет. Если какие-то появились сомнения, мы переставляем один раз, два раза, три раза. Чтобы до конца мы были уверены, что лечебная сеть отправляется в совершенно здоровую кровь. Сейчас в базе центра 600 тысяч доноров. В хранилищах 50 тонн крови. В распоряжении медиков как распространённые, так и редкие группы крови. Такая ситуация, чтобы мы не смогли подобрать кровь по необходимым параметрам, исключена. К тому же у нас есть криобанк, в котором есть замороженные эритроциты. Оказавшись в банке плазмы, чувствуешь себя как в огромном морозильнике. Потому что температура здесь минус 40 градусов. И человеку находиться здесь очень сложно. Но о плазме как нельзя лучше. Потому что в таких условиях срок годности у неё достигает трёх лет. Пополнить запасы можно в любой рабочий день. Завтра, в Международный день донора, здесь будет аншлаг. Сотни добровольцев поделятся своей кровью. Все бойцы, которые относятся к нашей организации, приходят в этот день и безвозмездно сдают кровь во благо человечества, наверное, жизни. Доноров в этом центре ждут завтра с 7.30 утра. В честь праздника будут и подарки. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В физкульт-минутке на работе, коллективные походы в спортзал, корпоративные льготы любителям фитнеса. Татарстанцы помогут всем россиянам стать крепче духом и телом. Общественная палата страны собирает предложения по популяризации здорового образа жизни. Сегодня их слушали в Казани. Самые креативные взял на заметку Дмитрий Аринин. Как отмечают специалисты, сейчас главным врагом здорового образа жизни стали не столько вредные привычки и тяжелый труд, сколько сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Как расшевелить людей, сегодня звучали разные предложения. Наш прославленный волейбольный тренер и член общественной палаты страны Владимир Олегович уже давно подметил. В развитых странах во время рабочего дня массово делают зарядку. Сейчас в России поставили цель добиться средней продолжительности жизни свыше 80 лет. Для этого как минимум 40% населения страны должны заниматься спортом. В Татарстане эту планку уже взяли. Помогли и новые спортивные объекты, проводимые соревнования, особенно международные, и внедрение в ГТО. Люди сегодня в очень большом количестве прибегают к тому, что идут в спортзал, идут заниматься фитнесом. Я думаю, что все парки и скверы, те общественные пространства, которые под патронатом президента сегодня растут в республике Татарстан, они точно также влияют на возможность уделить внимание своему здоровью. Это очень важно. Для большей популярности предлагают сделать более системным спорт на работе. Это и производственная гимнастика, стимулирование отказа от вредных привычек и поощрение и льготы. На ряде предприятий сейчас это уже активно практикуется. Льготный фитнес, это не просто опять еще раз говорю, там какие-то кому-то предоставляется льгот. Нет, это всем сотрудникам, все 5 тысяч 100 человек, имеют право, значит, 7 тысяч рублей в год, но только при условии, что он сам купил билет в фитнес, и мы 7 тысяч рублей имелся. Это практически 50% компенсирует. Предлагают, чтобы работодатели лучше мониторили здоровье своих работников. Можно подумать и о льготной ипотеке для тех, кто занимается спортом. Идеи будут собирать по всей стране. Затем здоровым инициативам дадут максимально практический ход. Дмитрий Ирин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Театр национальной кухни. Мы нагреваем печку до очень высокой температуры и печем эти блины, не переворачивая. Как в старо-татарской слободе будут удивлять туристов во время мундиалия? Увидел Слава Кухмадулян. Легенда мирового футбола в Казани. Красиво, пусть рисуют. Чем собирается удивлять гостей мундиалия мастера стрит-арта Ленар Генатурин. Свой агропарк в каждом городе Татарстана и поддержка личных подворий. Сегодня в Москве Рустам Миниханов на разных уровнях обсуждал республиканские проекты. Подробности нам по телефону сообщит Дина Газалиева. Рабочий день Рустама Миниханова в Москве начался так рано, как это возможно в российской столице в 9 утра. Президент Татарстана приехал в Министерство природных ресурсов и экологии России, чтобы пообщаться с теперь уже своим бывшим коллегой-губернатором, а сейчас с федеральным министром Дмитрием Кобылкиным. Встреча прошла без СМИ, она ознакомительная. А вот в госкорпорации по развитию малого и среднего бизнеса татарстанцев знают давно. И у республики с этой федеральной структурой много совместных проектов. Сегодня коллегам Рустам Миниханов представила нового республиканского министра экономики Фарид Абдулганиева. По итогам сотрудничества в Татарстане было заключено 934 сделки. Это в рамках национальной гарантийной системы. За счет этого предприниматели республики смогли привлечь средства для реализации своих идей. И это в шести городах Татарстана. В набережных Челнах, Зеленодольске и других. Мы готовы внимательнейшим образом посмотреть на естественную замену, которая произошла. И дальше выстраивать наши взаимоотношения. Как пример взаимодействия. Проект по организации производства фильтров для КАМАЗа в Лениногорске. Проект по созданию научно-производственного центра технологий термической обработки в набережных Челнах и ряд других. Я хотел бы поблагодарить по большому счету по всей программе. И вопросов нет, но тем не менее, время от времени надо встречаться. Есть некие наши видения по некоторым вопросам. Сегодня же на встрече президент Татарстана озвучил, что свой агропарк с продукцией личных подворий должен появиться в каждом городе республики. За счет этого у местного производителя появится еще больше шансов и стимулов для производства и реализации своего мяса и молока. Также сегодня Рустам Неханов провел встречу с Игорем Шуваловым. Председатель внешний экономбанк сейчас активно вникает в дела. У ВЭБа, Банка развития и внешнеэкономической деятельности, уже есть серьезные проекты с Татарстаном. Сегодня Рустам Неханов и Игорь Шувалов обсудили детали и приняли решение дать взаимодействию новый дополнительный импульс. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. До старта чемпионата мира считанные часы. Сегодня в Москве прошел 68-й конгресс FIFA. Традиционно эта встреча проходит накануне первого матча. Участников приветствовал Владимир Путин. Он отметил, эти 7 лет страна единой командой шла к этому дню и поблагодарил каждого. Мы вместе отдали все силы для того, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне. Стал незабываемой страницей жизни каждого, кто станет его участником. Вне зависимости от того, игрок ли он, преданный болельщик на стадионе или телезритель. Любопытно, чемпионат мира 2026 года примут сразу три страны. Это Канада, США и Мексика. Согласно объединенной заявке трех стран, всего игры мундиаля примут 23 города. Гостеприимство и никакого секса. Председатель комитета Госдумы по семейным вопросам Тамара Плетнева попросила воздержаться от интимной связи с иностранными гостями футбольного мундиаля. Парламентарий вспоминает разбитые сердца Олимпиады 80, когда после таких романов в стране подскочило число матерей-одиночек. Как так сердобольно замечает Плетнева, хорошо, если ухажер окажется одной расой. И сейчас не факт, что там, в краю далеком, девушки будут с женами и останутся на ПМЖ. И вот как казанцы отнеслись к такой просьбе о платонических отношениях. Я считаю, что это бред какой-то. Тема, которая, наверное, из каких-то прошлых веков. Я думаю, девушки могут делать, в принципе, что они хотят. Сам должен решать, а не слушать кого-либо. Так что, если ему хочется, почему бы нет. Есть те, которые, ну, не ценят себя. Ну, это дело каждого, поэтому если она предложила такое, ну, это, я думаю, что ее дело. Россия есть Россия, иностранцы есть иностранцы, чтобы мы жили в своей стране и имели детей от русских. Или, ну, не от иностранцев, наверное, я думаю, так. Каждый ответственный за свою жизнь и мы можем решать, как поступить и что делать. Самобытной зоной отдыха во время чемпионата станет Старо-Татарская Слобода. В Казани завершается реставрация 205-го квартала. И здесь работает театр национальной кухни. Как исторический центр наполняется жизнью, видел Салават Мухаммадуллин. Историческая часть города, дома 19-го века, но с началом чемпионата мира. В Старо-Татарской Слободе туристы могут удовлетворить не только свои культурные потребности, но и вкусовые. Здесь открывается театр национальной кухни. Мы выпекаем в наши травяной печи, обьем прямого плины, которые в старину готовили наши бабушки. Только при высокой температуре и не переворачивая, все по старинным рецептам. Готовят здесь практически все. Так Татарстан можно попробовать на вкус. Стараемся готовить все наши блюда из печи. То есть этот процесс у нас начинается уже с вечера. Мы закладываем бульон в печь, тума готовим с говядины, с баранины тума готовим. А зубы татарские готовим, пищ-пищ-мак, мы чак-чак. Рядом с нашей национальной кухней итальянская. На выбор фокаччо, пицца, паста. Туристам из Парижа французская кофейня. Туристы, которые посетают наши деньги, посетят наши двери, могут самостоятельно попробовать обжарить. Напротив, прилавки с продукцией татарстанских фермеров. Вместо стандартной витрины татарский сундучок. Это уже студия для любителей японской кухни. Повар на специальной плите, тыпаньяке, одновременно готовит сразу несколько блюд. Клиенты все видят и даже могут вести прямую трансляцию в инстаграм. Для чарной студии, где можно в любой форме сделать изделие национальный наш татарский, который позволяет выйти в галерею народных промыслов. Сувениры можно купить тут же. Все это в доме Бекмухаметовых 19 века. Здесь, где когда-то жили купцы, будут транслироваться матчи мундиаля. Так в Старо-Татарской Слободе завершается воссоздание 205-го квартала. Мы сделали все возможное для того, чтобы в преддверии чемпионата туристы и болельщики, которые приедут на этот чемпионат, могли как можно больше узнать об истории нашего города, нашей республики и Старо-Татарской Слободе. Театр национальной кухни своей двери распахнет 15 июня в день открытия обновленной набережной озера Кабан. Слава Мадолин, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Со стены на Сибгата Хакима улыбается Игорь. Нет-то на остановках повесили футбольные майки, на Булаке появится сборная мира. И это все красочное граффити. К открытию чемпионата мира в Казани преобразились фасады домов, заборы и остановочные павильоны. Сейчас казанцы и гости могут увидеть 50 объектов уличного искусства. На высоте 30 метров, штрих за штрихом, Дмитрий Кудинов выводит портрет советского футболиста и хоккеиста Игоря Нетто. Перед такой личностью и у художника большая ответственность. Работу ведь оценят гости со всего мира. Здесь непосредственно мы отказались от грунтования и очистки, так как фасад уже финальный и готов. А многие объекты мы очищали, грунтовали, прокрашивали в единый тон, то есть совместно с управлением структуры, чтобы наш объект не выделялся из общей композиции. Рисовать Дмитрий начал неделю назад. Полотно в 180 квадратных метров. Работу нужно завершить до первой игры в Казани. Сегодня на фасаде просто набросок, но уже через несколько дней казанцы и гости столицы смогут увидеть 10-метровый портрет известного советского спортсмена Игоря Нетто. Место выбрано не случайно. Игорь Нетто прославился не только в футболе, но и в хоккее, поэтому его портрет расположен между Ледовым дворцом Татнефть-арена и футбольным стадионом Казань-арена. Неприметные фасады это не единственные объекты для стрит-арта. Художники пытаются передать атмосферу предстоящего чемпионата даже на автобусных остановках. Вот, к примеру, на одной из них изображены четыре майки спортсменов, которые будут играть у нас в Казани. Такие творческие проекты не только украшают город, но и поднимают настроение жителям. Когда приезжают вот такие спортсмены, и вот эти майки надо показывать. Это дополнительное информирование, и это красиво выглядит. Ну, красиво, я думаю. Красиво, пусть рисуют. К открытию чемпионата мира на стенах Булака появится изображение сборной мира. А на улице Голиаскара Камала художники представят быт жителей Казани. Ленар Генатулина, Александр Лобанов, ДНВ, Казань. Все 64 матча Мундиаля на 144-метровом экране фан-зоны. Фестиваль болельщиков в Казани готов принять сотни тысяч фанатов со всего мира. На этой площадке свои правила. На входе осмотр личных вещей, под запретом оружия, наркотики, пиротехника и не только. Что лучше оставить дома? Инструкция к применению далее. Раскладной стул, лак для ногтей, контейнер, жидкости с емкостью больше 100 миллилитров, еда, напитки, бумага. Все это под запретом на фестивале болельщиков. Собираясь на фан-фест с собой, лучше взять только документы, кошелек и мобильный телефон. Все остальное может вызвать вопросы. Вопросы начнут задаваться прямо на входе. За споры и непричинения здесь вас вправе не впускать на праздник футбола. Металлодетектор, осмотр сумок, все это в порядке вещей. Безопасность превыше всего. Отдельное внимание съемки с мобильных телефонов и планшетов снимать можно, но только не в коммерческих целях. Это на заметку блогера. Также, собираясь сюда, позаботясь об интернете, раздавать вай-фай со смартфонов здесь запрещено. Все это ради вашей же безопасности. Каждый день на фан-фесте ожидается до 25 тысяч человек. Еще бы. Паспорт болельщика, билет на матч, аккредитация. Все это не нужно для входа на футбольное пиршество. Он бесплатный. Главное, хорошее настроение и любовь к футболу. Слава Тухамадуллин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас о погоде у меня к этому часу все. До встречи в 21.30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Обратный отчет пошел. Через сутки в Москве прозвучит стартовый свисток дебютного матча чемпионата мира. Сборная России примет команду Саудовской Аравии. Настроение у представителей нашей сборной отличное. Перед тренировкой все то и дело шутят и подкалывают друг друга. Но только до стартового свистка тренера. Дальше усердные работы и разбор тактических моментов. Груз ответственности у россиян огромный. Вместе с командой два игрока казанского рубина. Защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат. Учитывая острую нехватку футболистов именно в оборонительной зоне, шансы выйти в основном в составе большие. Матч открытия между Россией и Саудовской Аравией начнется завтра в 18 часов на стадионе Лужники. А дальше болельщиков ждет футбольный праздник длиною в месяц. И хотелось бы немножко сказать, знаете, смотрю все, что происходит. Сейчас немножко такой негативный фон. Я бы хотел попросить и вас, прежде всего, потому что вы вещаете в народы, так как поддержали нас, потому что турнир еще не начался, а вы уже немножко так агрессивно себя ведете с нами. Поэтому давайте турнир начнется, турнир закончится, и после этого вы будете делать выводы определенные. Сборная Колумбии по футболу прилетела в Казань. Проживать и тренироваться во время Чемпионата мира по футболу они будут на территории Свияжских холмов. Там к Мундиалю постелили новое футбольное поле. В день открытия Чемпионата мира, 14 июня, сборная Колумбии проведет тренировку для зрителей и журналистов. Любителям футбола будет на кого посмотреть. Цвета колумбийской сборной защищают такие звезды, как Родригес, Фалькао, Квадрада и другие. Сборная Колумбии занимает 16 место в рейтинге FIFA. По итогам жеребевки финального раунда южные американцы попали в группу H. Соперники им достали сборной Сенегала, Польши и Японии. К слову, прилет японской сборной в Казань тем временем запланирован на вечер. И в завершение к новостям борьбы. Уже в эту субботу, 16 июня, состоится Чемпионат мира по борьбе Крэш, в котором примут участие спортсмены более чем из 40 стран мира. Символичность у соревнований пройдет на площадке традиционного для Крэш праздника Сабантуй. Однако полевые условия никак не повлияют на уровень проведения. Специально для чемпионата на площадке Сабантуя возведут подиумы для борьбы, соответствующие мировым стандартам проведения международных соревнований. Предварительные схватки пройдут с 10 до 18 часов на двух площадках Малого Майдана. Аппарат спортсменов и финалы зрители смогут посмотреть в 19.00 на центральной сцене. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. В четверг температуры на пару градусов станут ниже. Подробнее о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики пройдут дожди. Столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Без осадков, но прохладно. Всего плюс 15. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске. Временами дождь. Температуры понизились. Местами всего 14 градусов тепла. На северо-западе Варске, Вкукмаре, Балтаси. Облачная погода с прояснениями. Тут 13 градусов тепла. На юго-западе будет теплее, чем в других районах. Плюс 16 и без осадков. Для жителей центральных районов 14 июня будет пасмурным. Осадки не ожидаются. 16 градусов выше нуля. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Одевайтесь теплее. Спонсор прогноза погоды клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита без боли и операции по европейским стандартам на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81. Спонсор показа ООО СМУ номер 12. Внимание! Стартовали продажи в ЖК Приволжские 3-го и 4-го домов. Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК Приволжские – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Звоните 561-08-81. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность без осадков в 14-16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметра ртудного столба. Влажность воздуха 58%. Магнитные поля земли спокойные. И еще одна интересная информация. Клуб цветоводов от Рада приглашает на ярмарку цветов культурный центр «Московский». Бывший до Каурицкого. 13-14 июня с 10 до 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова